90-е годы. Ну, впрочем, эта территория очень долго оставалась в Дальней окраине. И в середине 19 века, когда здесь жил Иван Сергеевич Тургенев, тоже это была Дальняя окраина Москвы. Какая дальняя? Это 2 километра от Кремля. Но, с другой стороны, в 20 веке первая линия метро от Сокольников до Пашка на метро. Как раз она пересекала Москву по диагонали, юго-запад, северо-восток. И здесь как раз она и оканчивалась. То есть дальше большой застройки не было. Первая линия метро, вообще-то улица Остоженко в советское время именовалась Метростроевская, потому что по ней в 1933-1935 годах открытым способом рыли котлован. Была построена первая линия метро. Ну, понятно, вот эта станция Пахкультура и конечная станция. Дальше. Станция Пахкультура, как раз метро было запроектировано еще на 20 лет раньше. До Первой Германской войны. То есть до 1914 года. Но Первая Германская, затем Революция и все прочее отодвинуло строительство метро почти на 20 лет. И строили метро как раз в то время, когда начал выходить из моды конструктивизм. Ну и на смену ему стал приходить в архитектуре... Давайте сюда отойдем немножко. То, что некоторые называют сталинский большой стиль. Ну, в данном случае, в нижней залы метро, конечно, историзм, элементы неоклассицизма. Ну, а вот этот павильончик, около 1935 года архитекта Хколли, это, конечно, сталинское арт-деко. То есть видно здесь и профилировка, колонны, ну, не то чтобы сильно декоративные элементы, но все равно колонны не доходят до верху, уступы. То есть попытка создать сложную поверхность. Ну, конечно, на примере вот этого павильончика можно видеть, что арт-деко действительно продолжает линию рационального модерна начала века. Это можно сравнить с такими памятниками, как некоторые постройки Шехтеля, например, постройки дом... Например, типография утра России, Московское купеческое общество с построенным валькотом домом Якунчиковой. То есть это... Я даю определение, что арт-деко вообще-то это поздняя фаза рационального модерна, прошедшего через неоклассицизм. Действительно, вот этот павильончик больше всего напоминает, ну, наверное, садовые павильоны. Ну, в таком стиле, кстати, тогда, в 30-е годы, строили и выставочные павильоны. Ну, совершенно арт-декошная, лучшей в станции, в первой очереди метро, станция Кропоткинская. То есть она арт-декошная внутри, зал, немножко вызывающий ассоциации с древним Египтом. Колонны, распускающиеся, как линии. Ну, а наверху павильончик тоже такой рациональный модерн с элементами неоклассицизма, то есть то, что и назвали арт-деко. Алло. Да, я вышел из станции, ну, про провианские склады, я скажу с той стороны Садового кольца, оттуда будет их лучше видно. Ну, эстакада появилась в середине 60-х годов, при очередном реконструктивных работах на Садовом кольце, когда строили многоуровневые развязки. А вот это здание перед нами, ну, сейчас это институт международных отношений, это бывший Котковский лицей или лицей цесаревича Николаева. Цесаревич Николаев, старший сын Александра Второго, который был в течение. И в память о нем и был назван этот лицей, и он был создан именно по образцу на место Царскосельского лицея училища Нововидения в Петербурге. То есть, что такое лицей? Лицей, это учебное заведение, читающие гимназию, и петербургическое, и в техниках детей. То есть, там давали очень хорошее образование, среднее и высшее последовательство. То есть, молодой человек, тогда, конечно, учили в таких заведениях только мальчиком, и в таком случае, если молодой человек, которые, как туда ну и молодой человек, потому что на пути, это повседение. Он нашли McLaren, язык председатель. Здесь здесь в Литве гуманитарные учебные повередения России. Оттуда вышел Пушкер. Кстати, не только Пушкер из того питерского лицея. В Искрутиков щедрин, мы по образцу этого лица питерского лицея создан аналогический лицей в Москве. Ну, то есть он появился. Это здесь в 1858 году. Для него был куплен стоящий вот здесь по красной линии дом. Это был, этот дом, который стоял здесь по красной линии, ну, наверное, один из очень немногих дворцов, построенных в Москве сразу после 1713 года. Это был дом одного из генералов Сучкова. Ну, в общем, Сучкова им владели недолго. Затем он менял разных владельцев. То есть большую часть своего представления он принадлежал царскому двору. Здесь был дом одного из великих князей, одного из родственников царя. Но, как я уже сказал, в 1858 году его покупают после красной лицей. Он здесь некоторое время существовал. Затем строят новое здание, а этот дворец, построенный для Сучкова, как-то очень быстро сгорел. Уже в 1860-е годы он пострадал и больше не восстанавливался. Да, вот это здание, 1860-е годы, архитектор Челищик. Идут, куда машины идут? Вот там здесь. Сейчас проходим, идемте вон туда. Под переходом мы... Матные бревианские склады, то есть склады для хранения продовольствия. Построены 1829-31 год московским архитектором Шостаковым по проекту питерского архитектора Василия Петровича Стасова. Ну, Стасова отца, потому что был еще и Стасов сын Владимир Васильевич. Стасов сын, известный художественный критик, друг художников, передвижников, друг композиторов. Из могучей точки это стын сын архитектора Стасова. Но, очень крупномасштабное здание, я про него еще с той стороны его лучше будет видно, а на противоположной стороне, явно по стилю подражающая ровианским складам, павильончик метро Паскультуры Кольцевая. На месте метро Паскультуры Кольцевая в 1935 году тоже стоял павильончик во вкусе сталинского ар-деко. Только квадратный, не крупный. Но, когда в 1948 году строили кольцевую линию метро, то для нее построили новые вестибюлии. Ну, конечно, это неоклассицизм с некоторыми элементами неоренессанса, с лоджией, про лоджию еще скажу. Ну и такой же строй фасада, входный с парвианскими складами. Как раз эта эпоха наибольшего увлечения неоклассицизмом даже существует термин «сталинский ампир». Конечно, вот этот павильончик метро напоминает церковь больше всего. У него даже акция есть, восток, и мы ее увидим. В ней расположены эскалаторы кольцевой линии метро. Ну, во времена Гавриила Романовича Державина хромовидными были барские дома. Ну, а в послевоенное сталинское время хромовидными стали павильоны метро. Ну, не только павильоны метро, а театры, кинотеатры, клубы. Ну, а павильоны метро – это общественные здания, где постоянно проходит великое множество народу. Это лицо города. Поэтому их и старались сделать наиболее представительными, наиболее мулументальными. Их пройдет. Время, пройдет. Время, в ревианские склады. Создание очень вкусно-мастальство. Вспоминается, как желаемый, как писал гривоеду. Но после Багану и Москвы, дистанции огромного размера. действительно, после битвы, после битвы, после битвы, после битвы, после битвы, пожар, пособство, в ней много сутроцентрировал, конечно, укреплился масштаб. Эпоха Екатерины все-таки из руками мягкая. А эпоха Кузьминская, эпоха Альпира, здание России на оборудовании очень большого расстояния. Мы, кстати, в том числе, пока в это время, в первую веку, в эпоху Екатерины, образцов, для собрания, кроме Альпии, и в первую веку, в первую веку, в первую веку, в первую веку, а начало 19-го веке, уже через три года. А как в начале 16-го годы, лох Эльфина, Увозит из России блонду к культуры Одинского окополя То есть много нагреть Ну и, конечно, масштаб Пахменона Такой же предлительный методский бритк по тарнизам, как у Пахменона И масштаб здесь не тролос Но высота такая же, как если бы были колонны Вот этот антоплемент по профорциям рассчитан на Если бы здесь были колонны большого окна Не можно сравнить с большим моментом, который строится То же самое время чуть-чуть Но здесь еще крупнее Тоже сложный ритм И обратите внимание, здание слегка снижается вверх И это особенно видно в антоплюзии Понятно, что таким образом они кажутся более мумилитальные Если хотите, более выражающие вверх Как вспомните, как Пахменон Бобилов Колонны высоких вверх Снижаются вверх Вот этот образ в грантической грехе Ну и тоже типовая лепнина Снижаются вверх Снижаются вверх Снижаются вверх И здесь они, наверное, одни из самых двух Снижаются вверх Снижаются вверх Снижаются вверх Это отдых трудящих Но ведь она очень заметно подражает Чистюрик урх Снижаются вверх Снижаюсь вверх Снижается вверх Снижается вверх Они подражали прогрессивным стилям в истории. Ренессансу, мальтицизму, русскому ампиру. Ну, Пушкин это наше все, поэтому Пушкин это не только, казалось, для сталинского времени это лог. Вот это, а вот станция метро, вот здесь у станции метро, тут на отсюда, в которой расположены эскалаторы. Ну, вообще-то, давайте я пройду сюда, куда отправить, попустите, сейчас я скажу. Вообще, станция, ключевая линия метро, проект начала строиться во время войны. Внутри этот павильон, как-то, кукольный фрам, в логии павильона ротонки, как краснопресненькое, павилетское, действительно образ фрамы. Ну, и снаружи они имеют горкики и мелочные, я об этом не знаю, скажу. Да, вот сейчас скажу. Дальше. Да, грубох, уважаемые коллеги. Ну, станция метро Парк Культуры, понятно, потому что Парк Горького уже существовал, и это была ближайшая к нему станция метро. Сейчас, конечно, Парк Горького обычно ходят от метро «Октябрьская», но метро «Октябрьская» появляется только к началу пятидесятых годов. То есть, в пятнадцатом году Парк Горького, то это и станции метро. Вообще-то, когда едет вот метро «Университет» сначала по проспекту Вернадскому, а потом по Парцовольскому проспекту, то сейчас в перспективе видят кран «Крестанспорт». Господин, ну, как я говорил, в Старой Москве все дороги велит кран. Но почему Комсомольский проспект так ориентирован? Потому что на месте крана «Христа Спасителя» должен был стоять дворец Совета. Соответственно, Комсомольский проспект, и Комсомольским проспектом он был приглашен. Конечно, когда его проектировали, это должна была быть новая главная министраль Москвы, и назывался он, предположительно, «Проспект Сталина» с дворцом Советом в перспективе. Но строили его уже после Сталина, то есть его строили в середине 50-х годов. И застроено в основном домами с облицовкой из желтого кирпича как раз в середине 50-х годов. И назвали его Комсомольский проспект, когда Сталина Крущев уже осудил. И как раз в то время, 57-й год фестиваль, в конце Комсомольского проспекта появляется стадион в Лужниках, и строится метровод в Лужниках, то есть гост метро-университет. То есть его осуществляется как большая магистраль только в конце 50-х годов, этот Комсомольский проспект. Ну а что здесь есть еще? Парк культуры. Понятно. Вообще очень интересно. Есть большой городской парк в Москве и большой парк в Питере на Христовском острове. Но оба они называются Центральный парк культуры острова. В Москве имени Горстова, в Питере имени Кирова. Понятно. В Ленинграде виноват. В Ленинграде, конечно. И имени Кирова. Но в Питере его зовут все. ЦПХО, а в Москве зовут Парк Горстова. Вот такая особенность отношений. ЦПХО, да, перед нами павелион метро. Я говорил, что павелион кольцевой линии, ну, самая насыщенная линия, как раз строилась уже после войны, через ней самые пересадочные линии. Через нее всех находят. Поэтому она наиболее представительна. И когда же в это время Сталинский большой стиль обретает наибольший рост, наиболее подменяющийся. Так вот, снаружи все эти павелионы имеются. Вот, из чего вы видели, и в Москве, и в Лондоне. Очень часто Лондоне. Конечно, это из итальянского регистраста. Кто был в Италии, кто, кто, кто. Кто-то, что стоят за городами, на центральной стоимости есть лодка, 5 капитала, вылечения для города. Вот, например, по Флоренске. Стоит ратуша, палац, и, кто-то, идет подобная лодка. Двух или трехнолетные объемы. Твердый налет. То есть, в отражании Ренессансов, можно на станцию сольцевой линией устраиваются вот такие очень крупные лодки. Кстати, я подозреваю, что предполагалось, что эта лодка пойдет затем в состав большого медвейтанского дома на этом предполагательном термосфере станции. Вы помните, станцию его Бобилетского, там ведь тоже нижний этап лоджер, затем половинку издал его лодки, он был построен в оборудовании. Сначала был построен в оборудовании, а затем начинал его лодки. И все эти люди, которые смогли, чтобы вы могли сказать, что там были на проспетке, стали ползовыми веками, то есть, плохую отрасльную застройку, в том числе и улицу, в отрасльную, и первую пленницу проспетка, и улицу, в отрасльную, то есть, не должна была быть. Вот это местность называется, понятно, Крымский мост, Крымский вал. Почему Крымский? Ну, не потому, что здесь были набеги крымских татар, а потому, что в 17 веке на месте центрального дома художника, выставочного зала, был посольский двор крымского хана. Ну, впрочем, он перестал существовать к концу 17 века, и с того времени земли вдоль Москвы реки, на высоком берегу, здесь были барские украины. Ну, а под ними была заливаемая пойма. Дело в том, что Москва река разливала, и затапливала, и затапливала медилу, если берега затапливала. На этой пойме, вообще-то, до начала 20 века была свалка русских всяких видалей. Заодно подсыпали это русское, повышали. Так вот, в 1923 году на месте этой свалки была устроена выставка. Ну, а один из предшественников более поздней в ДНХ. Ты зачем? Здесь было девичье поле. И по краям этого девичьего поля, в 18-й, первая половина 19-го века, были барские загородные усадьбы. Ну, из них сохранилась, в общем, полторы усадьбы. Одна усадьба у метро Фрунзенского, усадьба Трубецкира. Там сохранился небольшой главный дом и зеленое пятно парка, то есть место парка, хотя растительность, конечно, уже новая. И еще сохранился сильно перестроенный главный дом Мальцовок, где жил Мечаев Мальцов, основатель музея вязанных искусств местных святых. Этот дом Мальцово находится на Зубовской площади. Там тоже был большой парк. Так он стоит. Чтоhic не всегда, что этот дом, который покупают жильцы. И да, не обратно. Осадок, они каждый в polsk game. Спасибо за искусство. Сталоим за victimом. Дорогие. Это все по владельцам, располагавшимся веками. То есть в церкви большую, вклад большой, тупой кашка величьего поля, по краям Капу и вдоль Садового кольца, вдоль земляного города, прямомовное Смолопадайно и большой, малышей Смолопадайно. Будет такой, большой, большой, большой. Бабечный, нападающий как север, так и овох. Да, руки сейчас, а мы очень любили в себе, в себе такие выхоневшие и уходы у нас. Вот, куда я Hopiakya, сейчас мы. Да, я еще, просто, вообще, эта местность, Это местность дорога к Новодевичьему монастырю. Новодевичьему монастырю по улице Третьи, которая натовой назвали Пречистки, дорога векущая Пречистки-Богородицы. Вообще-то раньше санкестра называлась Чехтоль. Дело в том, что из патриарших трудов затекало ручей Чехтары. Той узкий, глубокий, как будто чёрный. Он тёк то, а нынешний Киевский мороз. А дальше по западной стороне нынешнего бульварного кольца в Киевском морозе. Это была граница Москвы где-то 15-16-го века. В конце 12-го века появляется земляной вёрст на отрасли садового транспорта. Томпом Хороцкий мороза Томпом Хороцкий морозе Затем Томпом Хороцкий мороза Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 будущих царей, батюшек, пароли до середины 19 века. Ну, надо сказать, что пароли, наверное, за дело. Как сказано у Пушкина Евгения Онегина, о Онегине, служанок било, осердясь, то есть за дело. Что я могу сказать? Вот так вот. Ну, сейчас в Англии, как и везде, наступила политкорректность, пароли перестали, и Англия начала скисать. Что я могу сказать? Иногда нужно. Ну, за дело, надмерно. Ну, нынешний Крымский мост всем очень длинный. Это 1937 год. Как раз летом 1937 года, за два месяца построили этот мост. Ну, единственный в Москве цепной мост. То есть мост, подвешенный к цепям. То есть большие металлические действительно цепи, и на железных спрутьях подвешена проезжая часть. Ну, его держат действительно. Ну, его за два месяца и собрали. Это самый конец 20 века. Александр Михайлович, князь Горчугов. Министр иностранных дел России. Третьей четверти 19 века. Фигура очень популярная. Все знают, что он учился вместе с Пушкиным. У Пушкина про него и стихи есть. Но, конечно, он вошел в историю благодаря Валентину Пикулу. Валентин, да, написал очень популярный роман. И после этого он стал мудрым. Ну, а почему ему здесь доску поставили? Ну, потому что с 1945 года здесь располагается Институт международных отношений, где, да, включили на дипломат. То есть до 1917 года дипломаты, это, как правило, юристы. Они действительно кончали или Питерский лицей, как тот же самый Александр Михайлович, князь Горчугов, или даже вот этот Котковский лицей. То есть действительно приемлем. Ну, а почему не на здании МИД? А потому что это здание существовало во времена Горчукова. Как раз и имело какое-то отношение к подготовке как раз высококлассных юристов. Вот такая дастка. По подготовке него арсу набрал Михаил Николаевич. Как в молодости Котков был очень большим либералом, другом Белинского. Но к зрелым годам он стал консерватором. Подтверждение и все либеральные общественности его жутко не любили. Но он издавал газеты, журналы. Журнал, по-моему, как он здесь, «Русский вестник». Газеты «Русские ведомости», в которых, кстати, печатались лучшие писатели. Тот же самый Достоевский, Лев Толстой, Александр Николаевич Островский. Но либеральная общественность его не любила. Поэт Прокоткова вполне можно сказать, что тот, кто в молодости не был либералом, не имеет сердца. Но тот, кто в старости не стал консерватором, не имеет ума. Давайте пройдемся. Вот здесь, я говорил, стоял дворец, первоначальный дворец Кудюков. А на них, по спереди, спускался сад. В общем, это здание лицея было построено на месте сада. Но остальная часть сада продолжала существовать. Его так и называли лицейский сад. А вот дальше, ну, к сожалению, во-первых, когда строили Крымский мост, а мы вон так-то, и вон перейдем. Когда строили Крымский мост, вот что было, что... Дело в том, что у Крымского моста был предшественник. Тоже железный мост второй половины 19-го века. Ну, так как он стоял на трассе Садового кольца, и новый мост надо было строить на трассе Садового кольца, то и во-первых, строительство нового моста, железную ферму старого моста, сдвинули где-то метров на 50 вот в этом направлении. И через Крымский сад, через лицейский сад, прорубили вот этот новокрымский проезд. И в перспективе ее временно подвинули Крымский мост. Пока строили новый. Ну, а когда, как я уже сказал, за два месяца построили нынешний Крымский мост, старый мост вообще убрали. Так вот и получился вот этот новокрымский проезд. С той стороны еще оставался сад, но сад просуществовал там до 1956 года. В 1956 году здесь построили открытый бассейн. Первоначально он назывался Москва, но когда в 1961 году открыли бассейн на месте Крама Христа Спасителя, этот бассейн переименовали в Чайка. Так он и сейчас называется. В Чайке идемте вон в те ворота. Осторожно, машины пропустят все равно. Вот, видимо, на Дунай, в каком-нибудь Будапеште. И действительно, да, вот эти цепи, это вот верхние. Вот эти вот столбы и к столбам вот эти большие полукружие, это и есть цепи, ну, большие железные звенья. И к ним подвешены на этих тях. Вот такая конструкция, да. Ну, вы знаете, в Питере маленькие цепные мосты на обводном канале всевозможные. Со львами, с грифонами тоже. Да, ну, Аничков нет, он обычный мост. А там есть банки с львами, с крылатыми львами. Да, на обводном канале. Пойдем. Не на обводном, в углу, на Екатериненском, конечно. На Екатеринском, на канале Грибоедов. На канале Грибоедов. На канале Грибоедов. В культурские времена, когда уже местной архитектуры стало индустриальное домостроение. Ну, такое конструктивистское, очень дешевое, без деталей. Постройка пройдет. Ну, а вот здесь, перейти уже сейчас, китайский ресторан. Вот, декоративно, вообще мода на китайщину в Европе была несколько раз. Ну, все знают, что в царском селе под Питером в Екатерининское время была построена китайская деревня. Сейчас ее, кажется, даже починили. А на долгое время после войны ее никак не собирались починить. Даже при советской власти и без советских хватало. А сейчас, вроде, ее привели. Великое множество таких китайских крыленчиков было. Бусадба. Вот здесь, кстати, на девичьем поле. Бусадбе Нечаева-Мальцова, который создал изящий музей изящего искусства. Там тоже были китайские крыленчики. Ну, сейчас, понятное дело, в Китае делают пакеты, перекрывают хуанхэ, да и по линии балета. Весь мир давно у них в хвосте. А потому что там хозяин есть. Правда? Ну, в общем, весь мир. Если посмотреть, сколько медалей они набрали на Олимпиаде, набирали, то есть это действительно во всех отношениях ведущая держава 21 века. Скоро на луну высадится. Все знают, что вторая страна, которая высадит человека, на луну высадится. Я просто говорю, что это когда в стране есть хозяин. Вот я здесь скажу еще два слова. Ну, понятно. Вот здесь. Смотрите, маленькая церковь, старообрядческая. Ну, вообще-то, старообрядца в церкви обыча вон туда перейдет. Уважаемые коллеги. Все вы знаете, что старообрядцы, у них были плохие отношения с старшим начальством в середине XVII века, но в 1905 году вышел указ по веро-керпински, по которому не включая старообрядцы свободно строить свои храмы. И после этого только в одной массе было построено несколько мест для обрядового размера, как правило, не очень больших. Ну вот этот храм построит издевением богатейших купцов, праздников, рябушинских, архитекторы Адамович и Майяк, ну которые строили, кстати, дом второго, спасухалка, около Старого Арбата, дом приема, что не пошла сегодня, Александр. Они могли строить и так, а могли вот так, русским с ним строить. Так вот, это где-то около 1908 года. Ну, посвящение, как правило, у старообрядцев все церкви, или Никольские, или Покровские. Понятно. Попокровские. Да. Так вот, соответственно, давайте к нему ближе подходим. Пойдем поближе, ближе, ближе. Ну, кто ж нас туда пустит, да вы что? А что, не в кусайты? А эти старообрядческие, они в определенные дни работают. И не каждый день. И там надо строго женщинам быть в юбках, в юбках вообще, да, на голове. Конечно, подразай памятникам с ковы и носками. То есть, в такой архитектуре, так дело, у него прямоскатная крыша. Но дело в том, что тогда, до начала 20 века, у большинства церквей в Новгороде крыши были переделаны. Сейчас мы их все видим с криволинейными завершениями, восстановленными, но, как правило, это уже реставрацией 20 века в Новгороде. Кстати, даже у Софийского собора крыша была переделана на прямоскатную. Есть фотки. И у Успенского собора во Владимире тоже была крыша вот так переделана. И Софийский собор в Новгороде, и Успенский собор во Владимире были восстановлены с криволинейными завершениями на рубеже 20 века. А так они в 19 веке, они вот так выглядели. Так вот, ну и здесь это изображает действительно, как тогда выглядело большинство церквей Новгорода. Но здесь черты и Новгорода, и Пскова. Вот такая звонечка, то же самое орнамент. Бегунец, мотив волны, видите. Поребрик вон там под карнизом, такие кирпич, выступающие углом. Прекрасного рисунка, простая, но очень хорошо нарисованная решетка из расцисс подсолнухом. И пройдем чуть дальше. Ну, главное. Вот такие ручки в виде львиных мостов, но они очень часто. Такие ручки есть у нас в расцове, суздале и почти не ручки. Ну, понятно, если львиных мостов, где-то скорее всего. Тоже вот, с восторга нужно. Добро пожаловать. 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 Мы видели в начале марсадового века вот такую зубчику. Раз, два, три. Центральный зубец. Вот так, конечно, печь была. Это труба. Ну пойдемте дальше. Обычно я говорю, но дело в том, что до Никона стареопрятных признавали только вот такой рисунок Христа, в Николине. Да, да, да. Ценодальный церковь, вообще-то, Никон плохо относился к такому осеньконечному кресту. Особенно после Никона сразу плохо относился к такому осеньконечному кресту. А вообще-то четырехконечный крест, то есть сонная форма Христа, сложно сказать. Распятие, оно все-таки осеньконечное. Вообще-то, крест в Иерусалиме, который растет, он осеньконечный. Приведите. Да. Да, ну то есть дом принадлежащий этой церкви, где жили священнослужащие. На какие кресты установлены? Ну сейчас, во-первых, есть какие-то спонсоры есть, что-то все-таки его государство вложило деньги в свою работу, восстановление памяти в Москве. То есть его чинили снаружи, наверное, на деньги государства, а внутри, конечно, на деньги общества. Не говори. Что-то видели. В начале двадцатого века был богатейший старообрядческий капитал. Позовы Репутинские и прочие. Бучковы. Да, купцы, богатейшие купцы, все. Тот же самый статей, тоже старообрядческий капитал. Поэтому они все спутные. И вообще старообрядцы, их число резко сократилось. Как говорил один из моих учителей, Андрей Чеславич Хазаржевский совка садрец древних языков МГУ, на них, к сожалению, в покое, еще в средине двадцатого века по большим праздникам в Рогожке собирались десятки тысяч человек. То есть как очень большие ушки. Все было народом усеяно. Сейчас там народов нет. Ну, что я могу сказать. Как говорил Николай Михайлович Карамзин, народы дикие любят свободу и демократию, а народы культурные любят порядок и процветание. Когда были древние православные порядки, старообрядцы, почему купечество было такое процветание? У них был порядок и у них была идея служения. Ведь купец, деньги-то у него были не только свои, это были деньги всей общины. Но так как он уважаемый и надежный человек, ему община все давала эти деньги на похоронение и прямо на жизнь. И он таким образом, занимаясь своей купеческой деятельностью, служил общине под честное купеческое слово. Слово было купеческое. Потому что симметрия, и отряд, и отряд. Ну действительно, как в древних Новгородских церквах. Например, собор Неполотворищенский, или собор Дюрева Монстраря, ну вот такие. Такая церкви. Ну этот форсал ясно. Форсал уже XVII века. Новгородский, такие-е-е-е-с, делают. Вот такой церкви. Мы сейчас на стол, ну пойдем там, по столу. Сделай тихо. Помыть на месте. Ну не круто передел. Вы петели, конечно, начало дворца. Но, вот здесь федеральная доска. В этом доме, Снимите, ну понятное дело. В чем разница между нами? Ну, их не разница. Это правда. Да, но он же приехал за Англию. Ну что такое особняк? Немножко по сути. Только его достоинство, что он в центре. В центре. А вообще-то по масштабу это... А нынешняя тема. Да. Дальше. Ну, что можно сказать? Вообще-то все знают великих разведчиков. Но все великие разведчики, в ходе золки, в точек, это все, которые их провозят. А самые великие разведчики, которые не провозят, которые не останутся в институте. Потому что разведчик становится известным только за что. Первый закон разведки. Не знает. Не проболтает. Всякий человек, занятый деликатными делами, должен знать то и только то, что абсолютно необходимо в институте. Правда. Поэтому те, которые не провалились, они так не понимают. Вот так вот. Давайте перейдем на курсовы. Про абрикосовы расскажите. Ну абрикосовы что? Они для абрикосовы были конфетные фабриканты. Они выпустили храмель. И не помню. Не помню. Да, они выпустили храмель. То есть албаску храмель. И вот тут, в самом деле, это вот, в том числе, вот, в 80-е годы. Как раз тогда пошла мода на Куположке. Ну вот здесь, видите, одна усадьба. Вторая садьба с домом в Севоловске Четвертый день, это единственное время То есть, самым фактом Кушкинского времени была Только здесь двухэтажный дом Все ходовое кольцо Вот такие Одно-полуторовой звездом С мезонимом Двухэтажный дом Начало 20 века Вон уже пятиэтажный Пятиэтажный С пакетом Описали Воронье и Слободке Действительно, дом в Северном Так, ну как Селедки в бочке А люди говорили Как бочки в Северном То вот они Описали свои впечатления Дома, который стоял здесь То есть, место Воронье и Слободке Которая сгорела Понятно Ну и здесь у них Копкинский переулок Этот сейчас Ой, биф Кропкинский, да Кропкинский переулок Потому что протяжение Этого переулка Только она у каждой Там стоит И сейчас там Представим Это блин 1911 года Вот здесь задний фасад С аркатурным поясом Обратите внимание Аркатуры, видите Ары, поруч Пол пояс Из арочек на колонках Ну как западноевропейские Какие-нибудь Или замки Или соборы Какого-нибудь 12 века То есть, этот дом Построил Архитектор Дубовской Около 1911 года Ну мы его увидим Запуск Противоположного Главного фасада Ну видите Какие простые Совершенные Мало украшенные Фасады Выходили во двор А со стороны улицы У него интересный Будет фасад Просто обратил Внимание Вот здесь На этот аркатурный пояс Все равно Есть Пропустите Машину Сейчас проедет Да Давайте сейчас Посмотрим А шагник Сделал А тут А тут Консультирует Честный Как Честный Оплывшими Верхами В эпоху Модерна Любили Такие Оплывшие Формы Как Оплывшие Сейчас И вот здесь Такие Звукы С угла Посмотрим И вот Видно будет С большого Растояния Согласен Такие Уважаемые коллеги Уже видно Вот они Смотрите Такой Бранск Над входом Любимый В эпоху Модерна Массив полный и любят печень. И вон, соответственно, на главном фасаде высокие комнаты парадных залов, ну а сверху верхний этаж, это жилой этаж. Ну вообще, конечно, композиция дома и полномодель многообъемная, в архозе, конечно, особенно большой зал, о, большим архозом. Конечно, это образ больших английских. Конечно, модель вложился под влияние трёх. Это, во-первых, на руку, вот отсюда вот, мотив полный. Аксти� fluid сок тратить воду с來了. Такжеitom know what we have torat and explore others And a sense of sense of self- multimodary So, we're making trends on the dark and not foil. Now, what about what I know about. computing knows that night? For the port and travel, locally used to know. If you want me, you probably use橋 where you go to the port И как раз, конечно, влияние Японии оказало очень большое влияние на сложение модерны, особенно на сферу рационального модерна. Мы к нему подойдем, и те, кто в этом месте. Все плохо, и все. Мы к нему поближе подойдем. Вот сейчас мы вот так, мы петлю сделаем. Вот это старое 19 века. А на этом месте стояла церква. Троица внутри. Ну, примерно такая же, как ни было с того. Такого же типа церкви, ступь из парань. Она не с того дверью стояла. На красную линию выходила колокольня, а на месте вот этого поспуска. стояла церква. Несколько примерно где-то около 1936 года. То есть церква в середине 17 века. Цена около 1936 года. И вот от нее осталась вот эта ограда. Да. Вот ограда. Ну, конечно, 19-го века. Хорошо. Ну, что касается дома, то это был построен дом для сотрудников. Как это тогда называлось? ОГПУ. Что такое ОГПУ? О, Господи. Помоги убежать. А наоборот. Убежишь, поймают. Голову оторвут. Правда. Ну, сейчас, потом это была уже контора глубинного бурения. Правда. Так вот, компетентные органы, понимают. Так. Строится в Зубове. Сейчас скажу, почему она в Зубове. Потому что здесь располагался у Пречистинских ворот земляного города стрелецкий полк полковника Зубова в 17 веке. И очень часто полки назывались по фамилии полковника. Полк. И, соответственно, церковь называлась. Соответственно, Никола в Пыжах – это церковь полковника Пыжова. Троица в Весниках – церковь полка полковника Весникова. Троица в Зубове. Соответственно, церковь полка полковника Зубова. Вот так вот. Усанка многослойная. Вот, видите, высотая ограда. Здесь, конечно, наверху решёточка была. Здесь, наверно, могли быть ворота и пилоны, которые затем разломали. Усанка многослойная. В первых, что-то, в основном, в том числе, отставка на века. Затем у него, в 1812 году, конечно, продал. Затем у него леплина. Вся функция времени. Затем уже, в начале 20 века, добавляли везде. В середине 19 века был вообще очень дорогий важный ухазник. В середине 19 века продал. Самый большой. Ну, понятно, содержать дом накладно. Такой дом рассчитан на быт вельможи Екатерининского времени. Когда 100 человек в услугах. Когда принимали большое количество гостей. После 1812 года, быт становится более камерным. Соответственно, надобность в очень большом доме. Ужасшим великолепным домом. Пропадает. И в середине 19 века, великая множество. Самый большой ступень, соответственно, богатых домов. Пропадает. 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 Ну, вот я и говорю. В этом доме. Последняя встреча 19 века. Это гимназия Соливан. Частная гимназия. Очень хорошая репутация. Ну, к ней учили сыновья Льва Толстого. Который живёт в кого? В последние десятилетия жизни. У Льва Толстого было 13 детей. Молодец. Так вот. Дальше. И только его. Ещё здесь учились сыновья Александра Николаевича. Австопского драматурга. Здесь учились просто известные люди. Поэты. Валерий Брюсов, Андрей Белый. Здесь учился великой, наверное, величайший русский. Здесь Олей. Не поверённый чемпион. Потом уже в самом конце жизни Олейфина была достигнута, доковарённая. А его мальчик с Бахминником с Олейфином. Тогда вообще шестоматисты, вообще все отменить. Видите, что шестоматисты рано начинают, но и рано кончают. То есть, в 2000 годах, все зачиненные конченеры. А сейчас все в учебные заведения. Вот, убить бюрстых героев протечественной войны в 1812 году. Вот, и все детство, и художественные и индексальные. И из отделки инженеров отделка вестибюля есть. Ну, видимо, поновленные в начале 20 века. И вот это крыло – большой актовый зал. Ну, тоже отделка второй половины 19 века. Вот флигеля видно, что они пожарные. У них профилированные подоконники. Да, тогда все-таки это окраином открыли. Домовладения были большими. Дом выходил на красную линию, но за ним большой двор. А дальше, на месте вот этого дома, еще был шар. Давайте зайдем поскольку. Ради чего я сюда? Иду ради этого двора. Да, глубокоуважаемые коллеги, насколько хорошо слышно. Хорошо. Да, глубокоуважаемые коллеги, конечно, мутюхальники. Ну, скажите, кому первоначально принадлежал этот дом? Я для Охотникова. Ага. Это дом Охотникова, затем гимназия Поливанова. Так вот. А потом здесь художественная школа очередной рисует, учатся рисовать. Да. Нет, ну это понятно. Это уже сейчас художественная школа. Понятно. Дальше вот. Таких дворов было много, но почти не осталось. Понятное дело, главный дом, он большой, его можно использовать. А фрегеля, они маленькие, поэтому из насилия на их месте строили большие дома. И вот здесь буквально чудом сохранился вот такой полуцовый дом. Таких, ну не курдонер. Курдонер это прообразный. Это наоборот задний двор подковообразный. Ну и в Москве таких дворов осталось раз-два до пчел. Филон тоже. Дом явно до пожарной слиги, видите. Уступчатые откосы окон, углубления филенки, профилированные белокаменные подоконники. То есть усадьба была до 1812 года. Но в пушкинское время, видимо, появились вот эта лепнина. Рустовка, женские маски над окнами. Вот такой наличник Сабернафель. Наличник в виде маленького кофта. Это светильник, да. Светильник новый, называется Сабернафель. Такой наличник, да. Наличник, да. И вот это, видите, телерей, белокаменные. А вон, на ней, встать, нахуй, ну наверху, нахуй. Горело. Здесь деревянные, если построить, я вот нахуй. Вот здесь по центру, кстати, была белокаменная. Это у нас что, причистинка или что? Известно, ну когда-то здесь были клубы. Когда это были, была Упаджа, здесь были кухни, здесь приклубы жила. А в советское время конюшни, конечно, и конюшни. Ну все было, много здесь. Здесь все было, и конюшни, и кухни, все. А потом, в советское время, конечно, были коммуналы. Ну много, конечно, для этого населения Москвы разбухалось. Все было забито, я бы сказал, как селедки в бочке или как бочки в селедке. Ну вот здесь. И с Новым Арбатом есть красно-белый дом. Дом Черпар. Ну это, наверное, последний у нас здесь проехал. Первый беншкаун, то есть, проехал на строительском городе. Сейчас пройдут. Да, или до 17-го года он был прогнал. Но после 17-го года, как представитель великого армянского народа, угнетённого ненавидства, он стал комонентом. Ну, бацанетка, выгоднее было быть. Потому что этих несчастных армян так самодержавие угнетало, что сухам не дало их, что называется, заречь. Поэтому они угнетённые народы. Ну, впрочем, армян и Ленин тоже обидел. Отдал духам арарат. Ну, это правда. Ну, короче говоря, до 17-го года Томанов был нау. Он был Томанов и был нау классе. Короче, вот смотрите, какие великолепные лепнины. Вот эти маски, бандиты. Это сверху. Вот эти полторы. Да ну, наверх отступил, но он не с таким, не с такой, что с ним не лежал. Добавил лепнику Томанов. А после 17-го года он стал Томанян. И он сделал великое дело. Он построил центральную площадь дерева. Действительно. Совершенно изумительная архитектура. Соблицовка из родового туфа, как и все Армения, знаете. Он разработал генеральный план дерева, где в перспективе главного проспекта должен был быть вид на гору Арарат. Но, так как Ленин подарил Арарат туркам, то, соответственно, этот проспект сделать не дали. Вот это жалко. Был хороший проект Гульплана дерева. Но, во всяком случае, именно с Томаняна начался поворот от конструктивизма к историзму. Как раз то, что Томаняну как представителю угнетенное в армянство народа. Дали построить площадь дерева. И прорвало. И после этого тоже голдовцы фамин начинают строить в историческом стиле. И начальству понравилось. Глазу ездят много. И уже с начала 30-х годов конструктивизм выходит много. И опять начинаются исторические стили. То, что некоторые называют сталинский ампир, другие называют большой стиль, третьи называют, я называю, сталинский аппетит. Курт сталинский аппетит. И той Томаняна можно считать актовоположником сталинского аппетитного аппетита. Вот так вот. Что-то, наверное, это сказано. То есть здесь была... Сейчас даже посмотрим. Адам, честно говоря, Лехин. Не Лехин, а Лехин. В этом доме учился, как я уже говорил, великий, величайший. Посмотри, что Лехин. Знаете, Адаманян где еще построил тут? На Новинском бульваре это дом Щербатова. Тех самых Щербатовых книг Геню Щербатову это последний, не оконченный портрет Петти Серово. Как как Серов Серов, когда писал портрет книг Геню Щербатов. Он в Третьяковской галерее. То есть он нарисован, но не прописан материалом. Это где-то, ну, сейчас скажу, это где-то около 11-го года. Это не далеко. Это от Калятина, но ближе на той же стороне, где и Калятина, но это ближе к Новому Арбату. Это большой красно-белый. Это несколько этажей доходного дома, а над ними двухэтажный дворец. Верхние два этажа – это дворец владельца Слевисцева. Вот так. Вот так. Это первый в Москве по современной криминологии Бен Праун. Ивана Абрамовича Морозова, знаменитого собирателя нового западного искусства. В советское время из двух таких коллекций, Ивана Абрамовича Морозова и Петра Щукина, был создан в этом доме музей нового западного искусства. Ну, то есть коллекция импрессионистов, просто импрессионистов. И так Иван Абрамович Морозов оформил их передачу советской власти с условием, чтобы их не продавали из Советского Союза. Поэтому, хотя Сталин и старался, и Эрмитаж даже распродавал, но эти картины он продать не мог, потому что на Западе на них бы на лагуляриях. Так вот, Иван Абрамович Морозов до конца жизни оставался заместитель директора этого музея. Это номер по причистинке какой? Да, сейчас даже не скажу. Там видно будет. Сейчас пройдёмся. Давайте перейдёмся на эту сторону. Это Астол, по причистинке. Да, перейдёмся сюда. А сейчас увидим. Иван Абрамович Морозов. Глава Пальково-Морозов Антон. 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 Музей нового западного искусства Музей нового западного искусства Музей нового западного искусства Дворец Голосельский, Голосельский, Хасадский, Финстейлера, Терлорец. Это чуть ли не Камильский музей. Вот там написано много архитекторов, которые с ним работали, по дате может быть и Камильский. Ну и сейчас, с 49-го года, здесь залы Академии художеств. Ну здесь, понятно, выставочные залы. Раньше здесь были, как ни странно, хорошие выставки. Сейчас здесь не припомню последние 10 лет. Нету интересных. Раньше были великолепны. Это был один из лучших выставочных залов в Москве. А сейчас он какой-то неинтересный. А период это какой-то? Сейчас скажу. У меня даже Сеченовский, это Мансуровский. Вон тот, но Сеченский тоже Мансуровский. Мы зайдем немножко. Да, вон тот Еропкинский, Мансуровский, Сеченский, да. Мы сейчас пойдем туда. Мы опять вернемся сюда, в другую сторону посмотрим, что это происходит. Масса понятное дело, дым без огня не бывает. Днем смотрели дым, ночью смотрели огонь. Ходил дозор, интересно. У каждой, кстати, пожарной части была своя масть по установке. Вот так уже не было. Вот такая пожарная часть. В том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Сейчас, по-моему, утром. Но одна из них родная, из них только у Хапуги. А около Андронникова монастыря ее восстановили. Так. Так. Ну, ничего, один дом. Друзья. Друзья. Проблема и atheist. Друзья, да. В 1912 году時 генерал-лейтенант.... Другiał 1966 с�ню. Дальше. Но дом этот старт. Что еще? В это время он принадлежал обер-полицмейстеру Абханову, служащие которого прославили своим юрным поведением и получили название Абхановым. Потом в Пушкин с первым третий и 19-го лета, то есть Денису Давыдову он принадлежал семейству Гультикову. И Пушкин бывал третьим. Никакого не было. Кстати, ну характерное, давайте сейчас, машины нету. Если машины нету, из нее не выезжают. Если машины нету, я скажу. Ну вот, характерный, главный фасад. Самый конец, посмотрите. Разнесенный портик. Мотив триумфальной арки. То есть раздвинуты колонны. Ярко в вязании. Так очень. Да. Вот, ладно. Лошади. Так вот, нет, это не сквозная, это просто образ триумфальная. Нет. Конечно, просто такая, так любили организовывать фасады. То есть на визуаре. Здесь, без ничего ничего. Спасибо. Так. И вон про тот дом скажу. Последний дом на этом, про который я здесь скажу. Потому что про остальные я буду как-то напрячистить. Не установитесь. Ладно. Я буду про этот дом скажу. Последний дом серенький. Это. Это дом, в котором прошли последние 12 лет в жизни. Опять, долго видишься Довызова, но и дом где-то в другие в жизни. И не сдавлюсь в пустыню. И не сдавлюсь в пустыню. И не сдавлюсь в пустыню. Это дом где 1849-го. Был тоже герой 12-го года. Герой Кавказской войны. Алексей Петрович. Генерал-зерболог. Тот человек, у которого Лермонтин говорит. Герой Кавказ, идет зерболог. Так вот. Человек, которого люди ненавидят на Кавказе. И не останется с ней, которые лукодовные. Лю ты ненавидят. Кавказские мотивы. Мотивы. Чем-то. И те даты. Которые должны установить его. Так вот. Здесь он был. Здесь он был. Тогда фасад у него был друг. Нынешний фасад. Это на 10 лет больше. Это быстро. Но. Теперь будет прийти. Тогда этот дом. Сами-то не дали. Попаденый. Смирит. 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 Братьев. Третий повар. Одному из домов. То есть этот дом конца. То есть вы. Смирит. 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 В 50-е годы это дом конца. И фасад его нынешний с аглами с великолепной страной. Это тоже был. Другой. Стоять. Двадцать. Дом Шарикова, он был, конечно, четырехэтажный. Верхний этаж на строй 0-15-20 назад. Дальше. Вот следующий, ясный, кстати. То есть, очевидно, он строился 4-5 с выходом. Затем началась Первая Германская война. Так. То есть, он был построен на лепнике, естественно. Да, обратите внимание, на втором этаже немножко старая растековка. То есть, вот, какие были окна. Здесь около 1-го года. На остальных окнах уже, к сожалению, все пересеркнуты. То есть, и здравствуйте! Мы живы, люди! Мы живы, люди! Мы живы, и мы в городе, в городе, в городе! А там, каждый, ни было машину, в городе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дубав Дубав Дмитрий 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 на грани между Ренессансом и Горой. Самый причудливый поздний Ренессанс. Очень сочно, очень вырастает до халатки. Эмоциональная насыщенность, муфтированные лопатки, муфтированные колонны, муфтированные, то есть на наличник тоже муфты, на лопатки какие-то. Вот такая рустовка, грубоколотый руст под сузу. Консоли под окнами, совершенно в итальянском вкусе. Ниша тоже для статуй, таких в Италии полно. Да, это монетеризмы. Это называется монетеризм. Стиль, ну скажем так, первой половины, середины 16 века. Но такой стиль у нас был в моде перед Первой Германской войной, как раз около 14 года. А затем он входит в моду уже перед Второй Германской войной, в самый конец 30-х годов. И в Москве есть несколько домов. В таком вкусе построено уже пристанно. Сейчас, собственно, на Тагатке есть такой дом. В таком вкусе, но уже 30-х годов. Да, раз, ну да. Архитектор Чилищев. И этот дом известен всем, вон доска, как последний московский армийский день. И вот, последняя луна, соки обрена, младшая, толстая. мучка зубки обрена. Вот так он, да, в честь этого здесь есть засняка. Ну, вот видите, это уже 15-й год, балконов уже много. Да, да, да. Зеленый босс. Нет, у него балкон. На передаче Сават Волстая выходил с балкона. Понятно. Вот с сарком где-то на балконе. Слезу телевидение. Понятно. Пойдем, не дали он тогда. Стройной. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Для начала века лестница, да его чили, не помню какой-то, да, его сейчас починили, он в советское время, лепнина была частично утрачена, он сделал, и такой дом напоминает вот видите, лестница, установили вот этот, навес на цыпях, над ножками, да, крестьянин лошадь, чтоб, наверное, он был пресвивающим печным, каким-то собравлением, ведь не было оставаться в церкви, да, нет, нет, тогда все были, все были, кстати, большинство городов и рабочих тоже числились не мечтянами, а крестьянами, то есть у них была семья, или родители, по крайней мере, в деревне, там был дом, здесь они жили, как тогда говорили, в казарме, сейчас же сказали в общагах, а приписаны они были, то есть их постоянное место жительства, это какое-то губерния, какой-то уезд, какая-то деревня, понятно, да, а это еще в Сирии, по-моему, да, они были крестьяне, но в Москве есть несколько таких довольно богатых домов начала 20 века, где владельцы числились крестьянами, но то же самое, как любили в начале века, перед домом маленький полисадничек с решеткой, дальше, ну он тоже уже этот участок принадлежал Ласькову, в самом-самом конце 20 века, домик, который стоял здесь до этого, снимала мама Ленина, и Ленин здесь не бывал, это не в этом доме, а в доме, который уже принадлежал Ласькову, в самом-самом конце 20 века, а я сейчас скажу про другу, что-то, давайте-то, 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 давайте-то подать, давайте-то, 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 у Булганова, мастера и Маргариты, понятно, Маргарита, ну а в одном, как парень Крюшев, в доме похожем на замок, ну таких домов здесь было нет, сейчас, вот здесь дом Ласькова, тоже есть паков на замок, а вот этот вот домик называют подвальчик мастера, здесь действительно бывал Булганов 20-е годы, высшие его воспринимают, это первая половина, это первая половина, это первая половина, ну, наверное, уже сутки в две грехи, там сохранилось вот такой же деревянный домик, у ворот стоит домик, он на нас влетит, сверху, вот так, вот так, ну, что он говорит, это московский нижний-средний класс, не знал, Аллах знает кто-то, Аллах все деньги отправляет в чечене-средний, а вот этот дом, ну тоже пушкинского времени, типовая для того времени Днина, тоже не очень как раз дважды домик в мире, quindi пусть ㅋㅋㅋ jump—��라-ка! А этот дом аппет�� в началеskarca это буквально для построения этот дом принадлежал архитектору Суперкину ну кто со мной был в обращении, я обратил внимание на «Славянский площадь» и 보통 фон Дорусский здание в Белару и Бог, а как раз построил архитекты. И вот он здесь, вот этот дом, разлежавший тогда, где кровь. Это, наверное, вот эта штука, не знаю, столица, то ли для собаки, то ли для дрова. Кровать надо, да. Да, да. И садик действительно, почти. Вон, смотрите, дама с собачками. И вот здесь вот. Вот эта калитка уже новая, сделана с дрова. То есть вот эта вот ограда старая, вот эта сделана с дрова. Вот такой вот, вот такой вот. Ну что я могу сказать, что брендарь будет прям ничего, не знаю. Конечно, дома хорошие, на них и доскалье. Ну не знаю. Да, ну не знаю, что короче говоря. Конечно, для такого дома приличный владелец, это характер. Ресторан, который мы купим сейчас на ручке. На него, на зале, как можно. Сразу, да? Они везут поделки. Это тяжело. Так, самоход. Да. Ну точнее, они были записаны, ну собственно, естественно. Дом, если зовут Дом Тех. Мы осторожно, чтобы не задавился. А следующие два дома, это доходные дома. Тех. Точнее, тех. Техниwers巨ра. Техни겁 Ну, короче говоря, в советское время она сбивала. Не выживали мы с недавнего времени. Ну вот здесь хорошая усадьба. В 1870-х годах. Ну вот здесь, видимо, ограды здесь не старые. Ворожьи, конечно, новые. Построена абсолютно спорная. Такая сквозь и соквозь, потому что у шестух на его пороге. Хвойный день восстанавливается теперь. Так, так. Играетесь, как вы говорите, как персонажи. Продолжение следует... 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 а Китая где-то с 1470, зато в Китае делают кафеты, перекрывают плац, и по линии балета весь мир давно уничтожен. Это в интернете написано. Скажи, как правило, архитектор рисуем, но выполняли высококвалифицированные исполнения. Да, они же великолепно рисовали все эти узоры. Конечно, они уже прорисовывали. Да, потом существовала традиция квалифицированных исполнителей. Потом уже в послевоенное время при Сталине специально были училища, где для реставрации царских дворцов учили всем старым ребятам. Нормальный. Вы учили вроде неплохо. То есть качество реставрации сталинской, как всегда, заметно лучше, на глаз заметно лучше. У меня сделано круто. Постоятельно грубее. В Коломенском еще грубее липоватее. У меня такое впечатление, что в Коломенском они его неправильно раскладывают. Новый деревянный, говорится. К тому же он из цилиндрованного бревна. Ну не было в 17 веке цилиндрованного бревна. Оно же прямо было все естественное, плавное. А сейчас оно все гладкое. Ну что я могу сказать? Вот потому что телесные наказания отменили. Если бы пароли, ты его высари, голубчик. Он тебе что хочет сделать? Правда? Хорошо. Хорошо.